Кто возглавит Лигу студентов Республики Татарстан? Жизнь общажная. Какая она? Конкурс талантов в Казанском федеральном университете. Новый метод взаимодействия света и вещества. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Маргарита Михайлова. Стартовал третий сезон программы студенческого туризма, ставшей частью экосистемы проекта «Больше чем путешествия». Президент России Владимир Путин поставил задачу – сделать путешествия по стране доступными и комфортными. Обучающиеся в Казанском федеральном университете приглашаются к участию в программе молодежного и студенческого туризма. Поездки стартуют с 1 июня. Это актуально для бакалавров, магистров, молодых ученых, аспирантов и ординаторов, а также школьников. Подробности можно узнать в отделе социальной защиты и организации работы по социальной поддержке обучающихся по телефону 233-72-17. Результаты выборов президента Лиги студентов Республики Татарстан стали известны минувшим вечером. Почему голосование затянулось и кто теперь возглавит организацию? Подробности смотрите в следующем сюжете. Работа любой команды зависит от грамотного руководства. В Лиге студентов эта задача отведена лидеру движения – президенту. За всю историю организации ее возглавляли шесть человек. Первым президентом Лиги в 1996 году стал Ариф Межведилов, ныне проректор по социальной и воспитательной работе Казанского федерального университета. Затем этот пост занимали Александр Чесноков, Марат Бухарев, Тимур Сулейманов, Элькин Искандеров и Руфат Киямов. В этом году до этапа голосования дошло два кандидата – Никита Лобанов и Шамиль Якопов. Оба кандидата активно занимаются общественной деятельностью. В ходе предвыборной кампании они побывали в разных уголках республики, а также приняли участие в дебатах. Начали готовиться за полтора года до этих самых выборов непосредственно. Мы начали смотреть самые главные вещи – это саму природу существования, наверное, Лиги студентов. Мы начали актуализировать все наши документы с точки зрения устава и всех моментов, как должно происходить в принципе эти выборы, что такое регламент о выборах, и каким должны быть кандидаты. И буквально вот мы в прошлом году, в октябре месяце, запустили большую заявочную кампанию. И сейчас, на данный момент, есть у нас четкая цифра – это 10 мая, конгресс студентов, где соберутся практически 900 делегатов. Накануне в рамках 10-го конгресса студентов республики Татарстан состоялись выборы седьмого президента Лиги. В результате первого тура вперед вырвался Шамиль Якупов. 448 голосов из 756 возможных. Казалось бы, победа уже у него в кармане. Однако по регламенту кандидату необходимо набрать как минимум 2 трети голосов. Именно поэтому голосование проводилось еще пять раз. Перед последним туром Никита Лобанов предложил своим избирателям проголосовать за оппонента, фактически уступив ему пост президента Лиги студентов республики Татарстан. Видно за несколько туров, что на самом деле разрыв где-то был небольшим, сейчас он увеличился. И поэтому для того, чтобы сейчас мы все вместе с вами дружно приняли решение, я думаю, что мы с Шамилем уже показали, и вы все как делегаты тоже понимаете, я предлагаю той части аудитории, которая голосовала за меня, как за кандидата в президенты, проголосовать за Шамиля для того, чтобы мы закончили этот день на позитивной ноте и выбрали нового руководителя организации. На самом деле для меня самое важное, чтобы у Лиги студентов все было хорошо. Я думаю, что по итогам этого голосования и так все более-менее понятно, поэтому давайте проведем последний тур. В финальном туре Шамиль Якупов одержал победу. Руфат Киямов передал свой пост новому президенту. Экс-лидер Лиги студентов подчеркнул, что бывших президентов не бывает. Покинув пост, он стал почетным членом Лиги студентов. Новый лидер поблагодарил избирателей. Что мы можем сказать, что мы точно выполним все проекты на 100% и так далее, но я могу сказать точно, что мы приложим все силы, все энергию, которые у нас будут, чтобы за два года сделать как можно лучше наше студенчество. Друзья, большое вам спасибо. На данный момент в структуре Лиги студентов функционирует около 15 направлений, в которых участники движения могут себя реализовать. Помимо этого, организация помогает студентам решать различные социально-экономические вопросы. Каждый президент привнес в работу Лиги что-то свое. Как новый президент повлияет на нее, узнаем с течением времени. Маргарита Михайлова, Универньюс. В одном из общежитий Казанского федерального университета произвели капитальный ремонт. В каком объеме выполнены работы и что об этом думают студенты, узнавала моя коллега Карина Саяхова. В общежитии номер 10 Казанского федерального университета, который расположился на улице Губкина, еще в далеком 1961 году завершили ремонтные работы. Под изменения попали кухни, туалеты, ванные комнаты, коридоры, а также некоторые жилые комнаты. Была заменена бытовая техника, межкомнатные двери, напольные и настенные покрытия. Однако, по словам директора студенческого городка Радика Николаева, на сегодняшний день проделана лишь часть работы. Со временем предстоит к ним вернуться. Все дело в стремительно приближающемся учебном годе и количестве общежитий Казанского университета, также требующих улучшения. В этом году мы вряд ли сумеем туда вернуться, но в планах, безусловно, есть довести до ума это общежитие. В планах действительно обозначено, что в комнатах тоже нужно будет производить ремонт. Поэтому о сроках сейчас пока говорить рано, потому что задача сейчас стоит очень такая, в сжатые сроки, закончить от начала учебного года те ремонтные работы по капитальному ремонту, это по общежитию Мадель-Кутуя. Производится капитальный ремонт с заменой всей инженерной коммуникации, с заменой всей штукатурки, электрики, а также всех систем молоточных. Студенты, проживающие в общежитии номер 10, а их, между прочим, 265 человек, безусловно, рады изменениям. Кто-то въехал впервые только в этом году, а кто-то уже почетный житель, имеющий возможность сравнить до и после. Уже здесь живем 4 года. Сначала до ремонта тоже мне понравилось. И общежитие, и удобство тоже было неплохо. Но после ремонта уже стало вообще лучше. По словам директора студенческого городка Радика Николаева, Казанский федеральный университет включает в себя 10 общежитий, жилые корпуса, деревни универсиады. И в каждом из домов будет или уже произведен капитальный ремонт для комфортной жизни студентов. Карина Саехова, Александр Кузнецов, Универньюс. В Институте филологии и межкультурной коммуникации состоялось финальное шоу-конкурса «Мистер и миссис ФМК-2023». О том, кто все-таки забрал с собой приз зрительских симпатий, расскажем в следующем сюжете. В Институте филологии и межкультурной коммуникации прошел заключительный этап конкурса «Мистер и миссис ФМК-2023», где путем зрительского голосования сначала в социальных сетях, а затем в результате опроса зрителей финала будут выбраны победители в номинации «Приз зрительских симпатий». В финале собрались самые талантливые и самые активные студенты, которые готовы побороться за звание лучших. Сегодня у нас финальный этап большого, так скажем, фестивального такого на самом деле конкурса. Это второй ежегодный конкурс «Косоты и таланта» «Мистер и миссис ФМК», который проходит у нас обычно всегда весной. Конкурсная программа состояла из нескольких частей – дефилея, самопрезентации, а также творческий номер. Кроме того, оцениваться будут дополнительные задания, которые участники представили членам жюри во время этапа заочного конкурса. Это интеллектуальная битва и две фотосессии – одна в рамках модельных тестов и тематическая, связанная с любимым киногероем. Не стоит также забывать, что в важной составляющей подобных конкурсов выступает бесконечная поддержка зрителей. Именно поэтому студенты и преподаватели решительно пришли поддержать конкурсантов и вселить в них веру в победу. Да, мы пришли поддержать Аню, это тоже участница наша с первого курса. Она учится тоже у нас в ФМК. Князева Анна. Да. Поздравляемся на ее победу. Будем очень громко кричать, а за мистера ФМК мы пришли поддержать Ленара. Подобный конкурс проходит уже не первый год, но продолжает стремительно набирать оборот. Студенты принимают участие и твердо уверены в своей победе. А зрители лишь поддерживают их рвение, давая надежду и веру в себя. Елизавета Газизянова, Фарид Захитагле, Универньюз. А в шоу-руме высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского Федерального Университета лекция Сергея Харинцева. Спикер рассказал о новом альтернативном способе взаимодействия света и вещества. Тема лекции «Черный кремний» актуальна в современном мире. Ведущий научный сотрудник Института физики Казанского Федерального Университета Сергей Харинцев поделился своими мыслями со студентами, молодыми учеными и просто любознательными гостями мероприятия. Спикер рассказал о новом механизме поглощения света, который основан на пространственном синхронизме электронов и фотонов ближнего поля. Он позволяет объяснить аномальный оптический нагрев пространственно ограниченного кремния, включая его плавление. Эта тема не просто актуальна, она гиперактуальна. И она очень новая. И я думаю, что последствия развития этой тематики могут быть просто грандиозными. Почему? Потому что это, еще раз повторюсь, открывает принципиально новые возможности для взаимодействия света и вещества. Понимание фундаментальных механизмов поглощения света в полупроводниках лежит в основе развития современных оптоэлектронных технологий. В непрямозонных полупроводниках, таких как кремний, линейное поглощение в видимом диапазоне осуществляется через электронфонное взаимодействие. Мы уже дошли до ангстремного масштаба. То есть, если раньше мы говорили о нанометрах, то сейчас уже приходится говорить об ангстремах. А это уже фактически мы подходим к таким важным пределам, которые упираются уже в размер самого атома. Работа ведется не в одиночку, а совместно с большим количеством лабораторий и исследовательских институтов, как российских, так и зарубежных. В Казанском федеральном университете состоялись лекции в рамках реализации программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан». Студенты обсудили важность ментального здоровья, а также затронули вопрос психологических особенностей поведения представителей радикальных движений. На этом все. В студии была Маргарита Михайлова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok